Привет! Сейчас я покажу и расскажу, как я делал обработку для фаи. И первым делом я начинаю перерисовывать кожу, всякие детали, чтобы избавиться от некачественной фотографии, ну то есть от пикселей. Все-таки фотография была скачана с инстаграма и поэтому она довольно шакального качества и ее нужно перерисовывать. Делаю я это обычной кистью, пипеткой выбирая соседние цвета с кожи и просто закрашивая очень-очень мягкой кистью. Дальше надо бы вырезать ее на новый слой, чтобы заменить фон и так далее. Вот только корона у меня все никак не вырезалась, потому что она была довольно шакального качества, мне не хотелось ее вводить пером каждую деталь, поэтому я пытался вырезать ее с помощью инструмента цветовой диапазон. Но ничего не получалось, поэтому я просто решил ее заменить там, все равно ее никто не заметит, эту корону. Теперь я решил немножко дорисовать и локоть, который в итоге мне не понадобился, то есть я его дорисовал, чтобы немножко отдалить ее. А и в итоге мне этот локоть вообще не понадобился. Зря отрисовал. Ну и дальше я снова приступаю к прорисовке всех деталей, как бы отрисовке по новой. Это еще будет долго продолжаться, потому что нужно каждую детальку прорисовать, глаза очень нужно внимательно следить за тем, что происходит с глазами, насколько они детализированы. Потому что человек при первом взгляде он смотрит именно в глаза, то есть если глаза не будут детализированы или как-то будут по-странному выглядеть, то человек, смотрящий на фотографию, будет понимать, что с ней что-то не то. То есть первым делом он смотрит на глаза, потом в другие места, там на нос, на волосы, на окружение. Субтитры подогнал «Симон» Ну и вот наконец-то задний фон, но в итоге он будет заменен, потому что он мне не понравился. Я пытался склеить как-то этот задний фон, добавить молнии, как-то сделать интересно. Ну и по цвету задний фон подходил к фае, так что... Но в итоге мне все это не понравилось, и я решил его заменить потом на другой. Честно говоря, я не знал, как у меня будет выглядеть финальная обработка, поэтому я экспериментировал. И был вариант с крыльями, но с крыльями мне не понравилось, и тоже решил от этого отказаться. К сожалению, у меня не записалось, вернее, ну как, я просто забыл нажать запись. Но молнии я просто нарисовал на новом слое жесткой кистью, белым цветом, и добавил легкое голубое свечение вокруг молнии. И все. Дальше идет мой любимый этап. Это прорисовка волос, то есть отрисовка их заново. Это очень долгий и для меня это очень приятный процесс, потому что, я не знаю, мне очень нравится рисовать волосы. Я создал себе кастомную кисть свою и рисую ей, и я не знаю, мне почему-то дико это нравится. И я не знаю, что это нравится. Также накидываю на волосы контурный свет. Ну, естественно, куда без этого волосы нифигово так светятся. Тем более, что тут такой источник света молнии рядом вокруг. Ну, они очень яркие, так что на волосах по-любому будет свечение, как без этого. Потом я решаю добавить, естественно, везде контурный свет. Ну, и просто свет. То есть, допустим, на лице, на груди, на руке, на крестике, то есть на украшениях. Ну, везде, в общем. Я, конечно, понимаю, что этот свет неправильный, потому что он рисованный и он из головы. 3D, конечно, здесь бы очень выручило, но какое 3D? Это же просто художественная обработка. Поэтому свет будет, как бы, всегда неправильный. Ну, конечно, у профессиональных художников свет, даже свет из головы будет правильный. Но у меня вот так. И ничего с этим не могу поделать. Дальше у меня идет цветокор через фильтр камеры RAW. И исправление еще многих косяков. И, в принципе, все. Обработка готова. Субтитры сделал DimaTorzok